Подобная установка мало похожа на электростанцию. Оно и понятно. Это термоядерный реактор. Здесь изотопы водорода сталкиваются на огромных скоростях и образуют плазму. Ее нагревают до сверхвысоких температур и пытаются удержать в таком состоянии магнитным полем. Пока получается ненадолго. Однако, если справиться с этой задачей, то управляемый термоядерный синтез позволит получить безопасный, практически неистощаемый источник энергии в промышленных масштабах. Именно для демонстрации такой возможности и реализуется крупнейший в мире на сегодняшний день проект по созданию экспериментального термоядерного реактора. В нем примут участие институты предприятия Евросоюза, а также Индии, Китая, Республики Корея, США, Японии и России. Вот такой интернационал. По масштабам и амбициям ИТЭР можно сравнить с Большим Адронным коллайдером или с Международной космической станцией. Об этом и шла речь на совещании. Кстати, встреча ученых получилась совсем не скучной, даже по обывательским меркам. Показали кино о международном экспериментальном термоядерном реакторе, а потом еще и ленточку разрезали, тем самым открыв год ИТЭР в России. После подписали два соглашения поставки научного и технологического оборудования для проекта ИТЭР, которое сделают в Яфе. Опять же, аплодисменты. Работа по договорам рассчитана на 10 лет, но ее стоимость сегодня никто из присутствующих не смог обозначить. Хотя были руководители госкорпорации «Росатом», Международной организации ИТЭР, проектного центра ИТЭР и Курчатовского института. Всех запутала собственно единица измерения. В ИТЭРе мы используем свою собственную единицу измерения вклада страны, так называемые Kilo-Iter Unit Account. И в этих документах указаны Kilo-Iter Unit аккаунты. Ни доллары, ни евро, ни рубли. Страна взяла на себя обязательства за определенную зачетную величину в этих Kilo-Iter Unit Account изготовить это оборудование. Дальше это внутреннее дело каждой страны Европейского Союза или американской страны, либо России, за какие она деньги изготовит эту систему. Но счет идет где-то на десятки миллионов рублей. ИЯФ играет ключевую роль в ИТЭР в разработке высокотехнологичного электронного оборудования, технологии установки диагностических систем, а также проводит исследования по изучению воздействия высокотемпературной плазмы на материалы первой стенки термоядерного реактора. Работа, говорят ученые, очень сложная, так как требует очень высокого качества. В России на этот проект подошел только Институт ядерной физики имени Буткера. Справятся ли наши ученые, время покажет. Еще рано говорить о качестве. Сейчас только подписаны соглашения о том, что сначала будет проектироваться, а только потом изготавливаться. Ну а в мире, конечно, есть институты, которые имеют похожие возможности по разработке производства. Первая же плазма в термоядерном реакторе, сооружаемом во французском Кадараше, что недалеко от Марселя, должна быть получена летом 2021 года. Успешная реализация международного проекта позволит получить неисчерпаемый источник экологически чистой энергии.